Добрый день, дорогие друзья! Мы сейчас в пределе Брестового Богородица, в монастыре Кутлу-Муж на Святогоре Афон, дожил преподобный поиск Святогорец. Здесь Карастасидия, вот этот вот он молился многие годы в келье Японагуды своей, о которой я с роликом на канале на ютубе, на которое рекомендую подписаться. И здесь же икона Имауса, после перевести на русское умиление чудотворное, очень много паломников приезжают, молятся, жертвы вставляют дары свои. Также икона Фанера Простасия, страшное предстательство, когда монастырь был еще на берегу моря, нападали пираты, и она сделала монастырь не видим, пираты не разрушивали, не похитили иконы, и ценности очень много людей здесь жертвуют. Разные вещи, здесь драгоценности, золото, даже сабля вот есть, вот такая сабля, и погон какого-то капитана. Здесь центральный предел храма, чудотворная икона Целительница, к которой многие люди приезжают, молятся, внес, он в два раза был очень высокое давление, пришел, помолился, через 20 минут самочувствие на наглуре, чем было до приступа. Также руку здесь упал, практически сломал, помолился, нормально все. И недавно упал головой, пол со всего роста вниз спиной, с затылком, три дня, и все прекрасно. И очень много людей получили от исцеления, вот и икона Целительница, Иатриса по-гречески. Ну вот такая истина закона, можете позвонить, можно договориться, мажется за этой иконой. И вот сам храм. Здесь же еще есть икона Николаевича Затворца, прекрасно, очень древняя. И все иконы монастыря очень древние, монастырь древний, как говорил, уже было на берегу моря, много было нападений пиратов. И его перенесли наверх, чуть повыше. Там осталась Келлиагра на месте, где Богородица ступила на Афонскую землю. Это икона Преображения, у нас храм Преображения, здесь монастырь Котла-Муж. Мы присоединены праздником. Стоит, он распланивает, продолжение следует.